Место встречи. Борьба с врагами народа. В нынешних условиях это суровая необходимость или это какая-то компанейщина, от которой надо всеми силами как-то удержаться? Так, Алексей Геннадьевич. Для того, чтобы удержаться от этого, всем нам необходимо помнить о чудовищных последствиях, которые следуют за вот этой охотой на ведьм или борьбой с врагами народа. Мы все это проходили. Сотни тысяч, если не миллионы жертв, людей просто и погибших, и пострадавших, и так далее. И самое-то главное, оно все кончилось потом. И ради чего? Ради проклятия в веках. Александр Давыдович. Чтобы не было борьбы с врагами народа, рецепт простой. Каждый должен заниматься своим делом. Спецслужбы занимаются, ищут потенциальных преступников, или совершивших, или готовящихся к преступлениям. А мы им не мешаем. Журналисты занимаются своим делом, освещают события правдивые и по-настоящему. Остальные работают. Каждый на своем месте. Все. Вот вам рецепт. Борис Борисович. Но я в своем. Единственный способ прекратить всю эту агрессию, всю эту поиски врагов народа, и успокоить вот этого писателя в твиттере Дмитрия Анатольевича, призывающего всех пристрелять, как бешеных собак, единственный способ, да, это прекратить вот эту авантюру, да, и жить нормально, как вот все европейские страны живут в мире, хотя воевали много раз. Это духовность европейских храмов, часть вторая. И выбрать других начальников на выборах, других. Ради этого все и было сказано. Но только не Борис и Надежда. Виталий Андреевич, все время. Надо, безусловно, оглядываться на историческую память, но это не повод сегодня быть слабыми, опускать руки, и давать просто расстреливать своих собственных граждан в наших городах. Вот это главная проблема, это надо пресечь. А с остальным мы разберемся. Такой вопрос, Андрей Владимирович, поставим. Вопрос вы сложный поставили. Можно я чуть-чуть полегче в финале? Вы, если нас смотрели сегодня весь эфир, вы помните, что мы с Андреем Владимировичем дискутировали, как нам называть товарища, который нам не товарищ, и Манери Макру. У меня целая заграба в голове. Было редакционное предложение про любителя потных негров. Андрей Владимирович отверг, мне очень нравится. Вот это фрагмент нашего разговора. Мы его уже в наш телеграм-канал выложили. Вы можете зайти, кто не смотрел с этой точки, посмотреть, чтобы ознакомиться с ходом и сутью дискуссии. И можете свой вариант, ну, за место любителя потных негров, предложить какой-нибудь еще. Там, я знаю, люди в комментариях развлекаются. Вот вы приходите конкретно в этот пост, пишите там все. Мы, конечно, прочитаем. Если что-то нам понравится, может быть, даже и воплотим редакционных... Слово негр, оно очень приставучее такое. Поэтому против него либералы... Приставучее к Макрону? Нет, вообще ко всему, к языку. Поэтому против него и выступает. Говорят, что нельзя так говорить. Я по первому самому сюжету нашей программы сегодняшней... А ведь в молодости Дональд Трамп не поверил цыганке, нагадавшей ему, что на старости лет он будет жить в бесплатной государственной квартире, которую специально для него освободит компания молодых негров. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14.00, будний эфир НТВ. Всем доброго, до свидания.